привет привет сегодня я к вам с мартовским влогом сразу хочу извиниться за то что теперь мои влоги скорее всего будут выходить несколько реже и будут меньшими по продолжительности связано это с ростом цен на материалы и если в российских магазинах ситуация пока более-менее то на али экспресс цены подскочили в несколько раз и теперь я не смогу покупать материалы и инструменты в прежних количествах чтобы снимать для вас обзоры когда youtube отменил монетизацию я отнеслась к этому довольно философски потом закрыли инстаграм я сначала как и многие впала в панику но потом создала свой телеграм-канал куда пригласила своих подписчиков часть из них перешла за мной за что им огромное спасибо но потом мне был нанесен решительный и окончательный удар и эти удалили оба моих магазина подчистую вместе со всем содержимым и даже черновиками и теперь у меня нет средства заработка поэтому я приняла непростое решение все мастер-классы которые находятся на моем youtube канале я переношу на площадку спонсор и все новые мастер-классы будут выходить там же на спонсоре это платная площадка но я планирую сделать подписку минимальной для того чтобы те из вас кто захочет пойти за мной и создавать вместе со мной красоту по моим мастер-классам вполне могли себе это позволить также на спонсоре я буду выкладывать постепенно свои электронные странички которые раньше можно было только купить еще я планирую проводить консультации отвечать на вопросы по скраббукингу и помогать советам обязательно буду проводить опросы в которых вы сможете выбрать ту тему которая вам наиболее близка именно по ней я буду снимать следующий мастер-класс также я хочу попросить вас оставить свои размышления в комментариях по поводу того что я сейчас наговорила и еще я буду безмерно вам благодарна если вы напишите свои пожелания идеи какие-то соображения что еще можно было бы на этой площадке спонсор публиковать что было бы интересно для вас почитать я подозреваю что youtube может последовать за инстаграмом и его ждет та же печальная судьба я очень боюсь потерять всю информацию которая здесь сейчас находится и поэтому успешном порядке копирую ее и переношу однако если youtube не закроют я тоже никуда не денусь я по-прежнему буду по-прежнему буду здесь снимать влоги показывать распаковки обзор материалов процессов и готовых работ но мастер-классы будут находиться на спонсоре в описании под видео я оставлю все ссылки на спонсор на вконтакте группу я никуда оттуда не девалась просто на какое-то время и немного подзабросила также будет ссылка на telegram смотрите подписывайтесь буду очень рада все закончили о грустном и давайте теперь все-таки поговорим о материалах которые я сегодня приготовила в первую очередь хочу показать вам набор лесная ведьма а потом перейдем к небольшим посылочкам с алиэкспресс которые успели ко мне прийти еще по старым ценам очень красивый набор от эко пэпер спасибо большое что вы посоветовали мне его купить в предыдущем влоге я смотрела на него но мне видимо нужен был волшебный пендаль потому что здесь всего 14 листов а цена набора почти 700 рублей 14 листов это очень мало на альбом но вполне достаточно на какой-нибудь большой блокнот и я ранее смотрела эту бумагу а тут пришла в магазин еще раз ее пролистала и поняла что да нужно ее взять очень она красивая к тому же бумага невероятно плотная 300 грамм и приятная в руках сейчас я ее распакую и мы с вами поближе посмотрим по листам титульный лист он заметно тоньше чем основная бумага и что мне нравится то что с обратной стороны расположены вырезалки я очень люблю когда это пространство используется с пользой здесь различные совушки грибы причем смотрите как интересно сделана часть картинок разноцветные акварельные а часть просто графичные черные можно оставить их в таком виде причем не нравится когда вот именно черно белые картинки разбавляют цветные но можно и раскрасить огромное количество различных бутылочек таких хочется какие-то жидкости в них сделать цветные и вырезать смотрим дальше здесь по два листа одного дизайна очень классный обратная сторона смотрите без технической линии то есть этот лист с этой стороны его полезная площадь больше чем с этой стороны очень красивый принт деревяшечка мне кажется все любят деревяшечку здесь она такая темная синяя вернее серо-синяя цвет не ярко выражен но тем не менее видно что синий оттенок здесь присутствует ну и вот этот лист конечно же бесподобный тоже с различными бутылочками и мензурочками и нанесены они на такой очень интересный кракелюрный фон дальше а дальше у нас вот такие классные совы и здесь надписи магическое зелье интересно смотрите здесь оказывается не просто большие надписи но еще и расшифровка есть клин вот сова ключевое свойство таинство магии приметы безмолвная мудрость и ночное видение супер мне очень нравится что здесь про каждое изображение есть краткая аннотация вторая сторона выглядит вот так похоже на ржавчину такую уже знаете отслаивающиеся тоже каракелюрные трещинки смотрится симпатично но вот эта сторона мне конечно нравится больше это такая немного более стимпанк наверно или гранж вот гранжа наверное ближе всего мне очень понравилась вот эта страничка она такая интересная помимо того что здесь какой-то волшебный лес или сад причем обводка каждого листа выполнена таким светло-бежевым каким-то цветом из-за этого создается иллюзия как будто бы золотым контуром я понимаю что это не так но за счет вот этого якобы золотого конкурт контура создается очень интересный такой сложный фон плюс дополнительно здесь еще как вы видите тоже трещинки и краска как будто бы немножечко облупилась вторая сторона тоже досочки с остатками потрескавшейся краски необычный цвет рыже коричневый досочек тоже очень классный листик на черном практически фоне он тоже не однотонный потому что видно что здесь просвечивает немного зеленого немного бирюзового нанесены изображения веточек мотыльков лягушек такое ощущение знаете как будто это негатив и вторая сторона ой вторая сторона потрясающе мне очень понравился этот лист и я даже дополнительно еще один такой лист купила и какой-то еще один дополнительно купила такой значит вот этот вот с листочками досочками а вот с листочками досочками и с бутылочками то есть я дополнительно купил еще три вот таких листа на случай если мне понадобится второй лист на форзац ну или просто мне не хватит набор все-таки 14 листов это не так много хотя когда Ты берешь его в руки, он прямо такой толстый и весомый за счет плотности бумаги. Так вот, возвращаясь к этому листу, совершенно потрясающая вот эта сторона. Вы сами видите, что здесь старое наслоение краски, ржавчина проступает. И при этом все это разбавлено какими-то акварельными приглушенными цветами. Здесь и сиреневый, и бирюзовый, и зеленый, и синий. И все это так гармонично смотрится. Очень красивый листик. Далее листочек уже с цветными совушками, грибочками, какими-то волшебными травами, которые явно висят и сушатся. И вторая сторона это тоже досочки, но уже такие цвета индиго приглушенные. Следующий листик тоже ржи коричневый. И вообще хочу сказать, что вот этот ржи коричневый цвет мне кажется несколько неожиданным в данном наборе. Но тем не менее, за счет того, что здесь он повторяется на различных листах, я думаю, все это можно будет очень классно сочетать. Здесь также различные грибы, и мы опять же видим потрескавшуюся краску. Вот этот вот лейтмотив старой краски, мне кажется, отлично объединяет весь набор. Ну и вторая сторона со спилами. Смотрите, какие классные цвета, синий, рыжий или коричневый. Тут, мне кажется, в зависимости от освещения по-разному воспринимается, но смотрится просто замечательно. Помимо спилов, знаете, что мне еще напоминает ракушки? Внутри, помните, вот такие были блинчики, которые кидали по воде, и вот у них внутри вот такие же похожие разводы. Так, следующий лист, это лист для вырезания. Он точно такой же, как и титульный лист. То есть здесь изображения те же, но бумага заметно плотнее. То есть если на титульном листе плотность, наверное, где-то, ну может быть, около 230, может быть, вот так, то здесь 300 грамм, и они прямо чувствуются, что это действительно очень плотный лист. Я не очень люблю, когда рисунки повторяются, вот как, например, у Крафт Пеппер, то есть бумага сама неплохая, но то, что у них повторяются карточки по два листа и рисунки по два листа, мне кажется, это не слишком удачная идея, потому что лучше бы эти листы использовали для какого-нибудь еще фонового листа. Но здесь мне нравятся рисунки, поэтому я абсолютно не имею ничего против, что они дублируются как на обложке, так и на отдельном листочке. Вторая сторона белая и лист с карточками. Чудесные карточки, мне очень они нравятся, была бы не против, если бы часть из них была, например, на английском языке. Но все на русском, и тем не менее, без претензий, смотрятся классно. А здесь и совы, и лягушки, и, в общем-то, все то же самое, что мы видели на основной бумаге, при этом еще надписи. «Волшебство — это вера в себя, и когда тебе это удается, то удается все остальное». Гёте. Классно. То есть, смотрите, здесь какие-то цитаты, не просто взятые из народного творчества, а принадлежащие авторам. Ну хорошо, ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно. Булгаков, мастер Махкарита. Одна из моих любимых книг. Замечательные карточки. И мы с вами добрались до трех моих небольших посылочек с Алиэкспресс. Заказала я их еще по старым ценам. И пока приостановила свои заказы, жду пока все войдет в более-менее спокойное русло. Не думаю, конечно, что цены будут прежними, но надеюсь, что хоть как-то немного это все нормализуется. Здесь перья. Я такие заказывала, и они у меня отлично пошли в мои работы. Безумно мне понравились. Причем изначально я их заказывала, хотела использовать как анкеры. Для этого здесь есть отверстия, очень удобно. Можно продеть братс и вполне использовать как анкеры, если вы, например, захотите именно в такой роли их видеть. Но помимо этого, они отлично смотрятся и как декор. Я в основном использовала их как декор, потому что за счет своего бронзового цвета они отлично вписывались в мои альбомы и блокноты. Мне кажется, что вот эти немножечко поярче, чем те, которые я заказывала раньше. Но тем не менее, все равно смотрятся очень классно. Качество хорошее. Они тяжеленькие, толстые. И цвет у них, как я уже сказала, тоже приемлемый. Так, здесь что-то тяжеленькое и плоское. Я надеюсь, что это ножи. Так, да, это ножи, реплики небезызвестного российского производителя. Я опять подозреваю, что мне может достаться за то, что я их заказала и упрекнуть меня можете даже в том, что вот, а как же авторы, которые рисуют эти ножи. На что я хочу я вам ответить, ежели вдруг такая реплика в мой адрес прозвучит. Дело в том, что я сама автор ножей. И для Агиарта, например, я нарисовала более 40 ножей. И я постоянно вижу их на Алиэкспресс. И я понимаю, что бороться с этим практически невозможно. Поэтому отношусь я к этому очень спокойно. Вот такие вот перышки. Я даже не знаю, стоит ли оставлять ссылки теперь под видео на Алиэкспресс. Но я оставлю, потому что, может быть, кто-то все-таки захочет заказать. Я думаю, что цены все равно несколько ниже, чем у оригиналов. По поводу размера ничего сказать не могу, потому что у меня не было оригинальных этих ножей. И заказала я их все в том же магазине, в котором заказывала предыдущие рамочки. Реплики этого же производителя. Потому что качество было просто потрясающе. У рамок они резали шикарно. И я решила не размениваться и заказать в том же магазине, в котором у меня уже был положительный опыт. В общем, вот такие перышки. Есть еще один набор, но я захотела именно этот. Считаю перья очень универсальным декором. И размер у них мне также нравится. Есть достаточно маленькие и есть покрупнее. Мне, конечно, хотелось заказать там практически весь магазин. Но я остановила себя, наверное, зря. Надо было заказывать больше. Ну, знать бы, где соломку подстелить. Заказала вот такие классные крылья. Насколько я понимаю, здесь перышки прорезаются не полностью. И их можно отогнуть. Редко я использовать буду этот нож. Вряд ли бы я купила его за полную стоимость. А вот именно на Алиэкспресс цена была вполне доступна. Была платная доставка. И я думаю, что она осталась сейчас тоже платной. Конечно же, я сделаю потом вырубку. И покажу вам поближе. И поделюсь своим мнением. Здесь практически все ножи будут из серии. Что вряд ли бы я их купила, если бы у них не была столь доступная цена. Например, вот этот завиток. Безумно красивый. На мой взгляд, очень благородный. Очень классический. Маленький мотылечек здесь будет приятным бонусом. На этот завиток давно поглядывала. Попробую. Расскажу. Затем. Вот такая рамочка. Рамочки я использую вырубные часто. Особенно. Мимикат. И я не знаю, насколько эта рамка похожа на оригинал. Опять же, по той причине, что у меня не было оригинала. Но я почему-то думала, что она должна быть немножечко побольше. Как-то вот я ее представляла себе приблизительно вот такого размера. Тем не менее, возможно, и у оригинала она точно такая же. Выглядит симпатично. Нестандартная, на мой взгляд, форма и дизайн. Определенно хорошо, что она пополнит мою коллекцию. Самый большой нож в этом наборе, это вот такие вот хвойные. Здесь сосна, ель, веточка сосны и две шишки. Довольно крупные. Можно использовать в качестве фона. Например, вот такие деревья в каких-нибудь вэко-блокнотах, например. Ну и не только вэко. Я думаю, что они будут отлично смотреться. И в других работах тоже. Ну и наконец, в самом последнем лежал нож. Собственно говоря, из-за которого я вообще сделала заказ в этом магазине. Хорошо, что он меня на это сподвиг. Это вот такие вот классные цветочки. Всем известные. Очень я люблю такие нарочито неровные, небрежные формы. И вот эти вот цветочки, когда я их видела в работах у других мастериц, просто покорили мое сердце, надеясь, что и в моих работах они найдут себе место и также будут меня радовать. Ну и давайте смотреть, что же еще в одной посылочке. Мне кажется, я знаю, что это, потому что довольно объемное. И это может быть только одно. Но, да, я была права в своих предположениях. Это вот такие вот классные, я надеюсь, что классные они будут работать, зажимы. Да, отлично. В цвете меди. Мне кажется, я заказывала бронзу, не медь. Ну ладно, пусть будут медные. Сейчас уже оспаривать я вряд ли буду. Что пришло, то пришло. Медь тоже классно смотрится. Я заказала их для того, чтобы можно было делать фотографии блокнотов в развернутом виде. Потому что, когда блокнот достаточно уже такой толстенький, и тебе хочется снять внутри какой-то разворот, его иногда приходится придерживать руками. Потому что, например, альбомы, они сами по себе тяжелые, его положил, и он держится в открытом виде, никуда не девается. А блокнотик норовит перелеснуть несколько страничек. И когда хочется показать конкретно какой-то разворот, например, украшенный, я все время думала, чем бы таким его закрепить, чтобы не подпирать же его, я не знаю, там салонкой какой-нибудь тяжелой. Вот у меня на столе стоит. Нет, мне хотелось что-то более такое красивое и эстетичное. Выбрала вот такие зажимы. Мне кажется, это самые большие размеры, которые были у продавца. Хотя можно там было заказать вот от совсем малюсеньких и до вот таких вот крупных. Они плотные. Я надеялась, что они, возможно, будут вот тут несколько шире открываться. Но я думаю, что и этого мне будет достаточно. Они прямо такие, ух, очень и очень крепко зажимают. Ну вот и все. На сегодня я вам показала все, что у меня было по плану. Встретимся в следующем включении. Я сделала вырубку, и вы можете видеть, что вырубка вся качественная. Причем это касается абсолютно всех ножей. Так что они полностью оправдали мои ожидания. И продавец большой молодец. Четкая вырубка. Все вырубилось с одного проката туда-обратно. Несмотря на то, что у меня довольно-таки изношенная пластина. Да, из ножа пришлось вынимать остатки бумаги. Они не вылетали после того, как по нему постучишь. Но их не так много. Поэтому не вызвало у меня больших затруднений это сделать. Так, смотрим. Следующий нож. Нож, рамочка. Также замечательно вырубился. И я, пожалуй, даже не буду повторяться. Потому что все ножи абсолютно я прокатила туда-обратно. И они рубят абсолютно одинаково. Здесь получается вот такая рамочка. Серединка из нее с профилем. Ну и, собственно говоря, сам профиль. Следующий нож. Это нож перышки. Мне больше всего понравились вот эти три пера. У этих двух отличное тиснение. Глубокое, четкое. Хорошо его видно. А у этого мне нравится графичная форма. Причем, когда я его вырубала. Вот эти вот все остатки бумаги остаются в самом пере. Хотя они потом легко вынимаются. Поэтому я специально, видите, с одной стороны их вынула. А с другой оставила. И перо за счет этого получилось более объемным. Это тоже красивая перышко. Но мне оно показалось немного таким более плоским. По сравнению с остальными. Зато у него размер побольше. Так что можно будет сочетать перышки не только разных дизайнов. Но и разных размеров. Далее крылышки. У одного крылышка я отогнула перышки. А у другого оставила в первоначальном виде. Очень мне понравились эти крылышки. Я не так часто буду их использовать. Определенно. Так как не думаю, в каких работах они мне могут пригодиться. Тем не менее, дизайном я очень довольна. Качеством вырубки тоже. Самые ожидаемые мои цветочки. Тоже нисколько меня не разочаровали. Безумно довольна. Классная чистая вырубка. Легко чистится. Ну и в заключение, пожалуй, самый красивый нож. Вот такая рамочка. Ее я вырубила из текстурированного черного картстока. Потому что именно в черном цвете, мне кажется, она выглядит наиболее выигрышно. Помимо того, что она имеет классические, очень изящные формы. У нее также есть дополнительные прорези тиснения. Они глубокие. Четко их видно. Плюс в серединке вынимается вот такой вот абрис мотылька. Причем, обратите внимание, сама серединка напоминает по форме значок Бэтмена. Только такого очень упитанного Бэтмена. Ну и, собственно, сам мотылек. Небольшой приятный ножик, который можно будет использовать во многих работах. Также хочу показать вам блокнот, который недавно закончила. Впрочем, когда выйдет видео, возможно, будет уже давно закончила. Этот блокнот я решила не выделять в отдельное видео на обзор. Потому что он внутри практически никак не украшен. Вернее, в нем нет объемных украшений. Такова была задача девушки-заказчицы. Она попросила, чтобы я сделала такую более лайт-версию, более бюджетную. И хотела только состаренные странички внутри и украшенную обложку. Что я, в общем-то, и постаралась сделать. Как видите, обложка обтянута очень красивой, темно-синей, слегка дающей в зелень замшей. И на уголках у меня филигрань, в центре рамочка вырубная, также гипсовая рамка, состаренное кружево, как на внешней части, так и на завязках. Я специально его тонировала для того, чтобы оно больше соответствовало общему настроению. Центральным элементом у меня является перо. Это неспроста. Блокнот предназначается для записи стихов, поэтому перо здесь наиболее уместно. И я еще использовала вот такую красивую филигрань, которая недавно пришла мне с Алиэкспресс. И мне она очень напоминает крылья. А крылья это, соответственно, легкость и вдохновение. То есть, по моим представлениям, она тоже хорошо подходит для писателя стихов, стихотворца. Блокнот получился в целом несколько тоньше, чем обычные мои блокноты. И хотя в нем гораздо больше страничек. Это связано именно с тем, что в блокноте нет объемных украшений. И поэтому и сам блокнотик получился потоньше. Завязывается на кружево. И давайте будем смотреть внутри. Но, конечно же, не очень подробно, потому что я не буду останавливаться отдельно на каждом развороте. Несмотря на то, что девушка просила сделать только со стариной страницы, я как перфекционист, который никуда не делся, с которым невозможно бороться, все-таки дополнительно сделаю скраповую бумагу и кармашки, и тежики. Например, на форзаце у меня карман с тегом. И каждую тетрадочку я также заключила в скраповую бумагу, которую украсила штампами. Ну и отстрочкой. Потому что без отстрочки мне всегда кажется работой какой-то немного незаконченной. Обычно в таком блокноте у меня 5 тетрадочек, но в этом их 7. И с 5 тетрадочками блокнот казался совсем каким-то тонким и несерьезным. Поэтому я решила дополнить его объем именно за счет страниц. Ну и можно будет больше стихов записать. Также в этом альбоме есть мои печатные странички. С цветами, винтажные. И так выглядит он дальше. Видите, тоже здесь кармашек. Печатные странички, состаренные странички. Также я здесь вставила странички со стихами русских поэтов. Тут есть Тютчев, Пушкин, конвертики. Можно какие-то черновики сюда, например, вложить. Следующая тетрадочка. Давайте так быстро пролистаю. Не буду подробно останавливаться. В основном, конечно же, все страницы украшены именно отштамповкой, тонировкой кофе и тонировкой через трафарет. Вот, кстати говоря, пример как раз-таки нового трафарета, который пришел мне с Алиэкспресс. Еще кармашки. Вот это мне очень нравится. Страничка Тишью. Как получилось, я ее дополнила маленькими розочками. И получилась не просто голубая страничка Тишью, а с таким фоновым рисунком. И на уголке я добавила также отштамповку уже более крупными розами, для того, чтобы все это по смыслу было связано. Видите, здесь у меня даже есть странички разные по оттенку, потому что, например, вот эти розовые странички, они окрашены авокадо. Как-нибудь я расскажу поподробнее, потому что меня спрашивали в комментариях, как я крашу страничками с авокадо. Хотя даже не буду я, наверное, это все откладывать, потому что все достаточно просто. Вы берете кожуру авокадо и косточки авокадо. Промываете и высушиваете. Потому что, если вы, допустим, возьмете кожуру и косточку одного авокадо, вам их определенно не хватит. Поэтому необходимо накопить хотя бы кожуру и косточки от 3-4 авокадо. Но мне кажется, это минимум. Затем вы кладете их в воду. У меня очень маленькая вот такая алюминиевая кастрюлька. То есть, соответственно, воды там немного. И долго-долго кипятите, доливая постепенно воду по мере ее выкипания. Действительно, это достаточно долгий процесс, так как авокадо очень медленно отдает свой краситель. По прошествии достаточно значительного времени получается темно-красный раствор, похожий, знаете, на раствор от луковой шелухи, когда красят пасхальные яйца. То есть, вот видите, здесь у меня пятнышки, это набрызг, и вот приблизительно такого цвета и получается раствор, даже еще темнее. И далее этим раствором вы окрашиваете бумагу точно так же, как делаете это кофе. То есть, выливаем в плоскую посуду, у меня это форма для запекания прямоугольная, и в нее окунаете странички с обеих сторон и потом высушиваете. Получается очень красивый розовый цвет. И к тому же, это совершенно натуральный краситель, так же, как и кофе. Хотя, я хочу сказать, что когда окрасишь кофе, чем более дешевый кофе, чем менее он натуральный, тем лучше он окрашивает. Но, тем не менее, кофе тоже это натуральный краситель, от него очень приятный запах. Поэтому я отдаю предпочтение ему. И вот в качестве экзотики иногда окрашиваю страницы с помощью авокадо. Ну и на последнем форозаце у меня так же кармашек. Надо положить в него какой-нибудь тег, чтобы он не выглядел таким одиноким. Вот такой блокнотик. И мы с вами встретимся в следующем включении. Когда я уже смонтировала влог и была готова выложить его на YouTube, мне пришло оповещение, что на почту доставлена еще одна посылка. И я решила не откладывать ее в долгий ящик, а посмотреть вместе с вами, что же в ней. Давайте распакуем. Я поняла, что это за посылочка. Это был мой заказ в группе ВКонтакте. Я просто не ожидала, что все так быстро до меня доедет. Здесь у нас кружево. Все очень хорошо упаковано, нравится мне. Я всегда за практичную упаковку, чтобы все доехало в целости и сохранности. Так, кружево невероятно красивое. Посмотрите, какая нежность. Многие знают это кружево. Я думала, что оно будет больше молочное, но оно именно белое. Но тем не менее хорошо, потому что вот именно такого прям белого-белого кружева у меня немного. Оно как раз таки больше молочное, либо бежевое. Красивое, нежное, замечательно. Далее еще одно кружево. Боже, какая красота. Прямо нежность, нежная. Обычно я все кружево заказываю на Алиэкспресс, а тут вот видите, стала заказывать ВКонтакте. Очень красиво. И качество замечательное, и сложено все очень аккуратно, ничего не помялось. Следующее. А здесь кружево точно такое же, как предыдущее, но в другом оттенке. На фотографии мне было сложно понять, насколько велика разница. А вот в жизни разница очень заметна. И это классно, потому что именно так я и хотела. Это кружево мне не придется ничем окрашивать, ни кофе, ни чаем, ни спреями. Оно уже очень хорошего оттенка. Приятного, знаете, какао, наверное, либо кофе с молоком. Дальше. Вот такое кружево. Тоже очень хорошо все сложено, нигде ничего не помято. Ни одной торчащей ниточки я не вижу. Безумно довольна. Кружево все высочайшего качества. Ну и еще вот такое вот шитье. Я специально выбирала достаточно широкое, для того, чтобы можно было из него делать карманы, например, в альбомах или блокнотах. Качество также выше всяких похвал. Очень аккуратный, цвет приятный. Затем здесь у меня несколько отрезов замши. Наверное, вот так будет проще распаковать. Я понимаю, что заказывать ткань сейчас мне не имеет смысла, даже по старым ценам, потому что ткань, как правило, с рисунком. И помимо цвета нужно еще обращать внимание на сам принт. И невозможно угадать, какая ткань тебе понадобится, потому что ткань я обычно подбираю к проектам. А вот с замшей дела обстоят несколько проще. Здесь я взяла просто те цвета, которые мне нравятся. И я уверена, что рано или поздно я обязательно найду им применение. А вот такой очень красивый цвет. У меня искусственное освещение, но я надеюсь, что при дневном не сильно цвет будет отличаться. Насыщенный, такой, наверное, яркая фуксия. Мне казалось, что он должен быть больше сливовый, но камера всегда, так же, как и мониторы, немного искажает оттенки. Далее вот такой цвет пыльная роза. Опять же, я представляла, что он будет немножко похолоднее. Здесь такой, знаете, в бежевый уходит оттенок. Хотя сейчас я посмотрю, у меня рядом окно. Нет, разницы большой нет. Действительно, этот пыльно-розовый имеет теплый подтон. Вот такой очень красивый желтый. Но я плохо разбираюсь, честно говоря, в оттенках желтого. Это не мой любимый цвет. И я люблю, когда вот именно такая больше горчичная. Но вот мне кажется, этот как раз цвет такой больше горчичный, нежели желтый. И вот этот оттенок мне понравился, поэтому его я заказала. Ну и, конечно же, синий, бирюзовый. Я очень люблю все оттенки синего, бирюзового. Вот такой посветлее. Мне прямо интересно, насколько точно камера передает. Я подозреваю, что совсем не точно. Поэтому я обязательно при дневном освещении сделаю фотографию и прикреплю ее к видео, для того, чтобы вы могли оценить цвет более точно. Темно-синий, красивый, богатый цвет. Кирпичный или терракотовый. Не сильно я понимаю разницу. Затем вот такой зеленый. Я искала зеленый именно не темно-зеленый и не светло-зеленый. Но какой-то вот такой хороший, спокойный оттенок. И хочу сказать, что вот именно зеленых оттенков, таких, как мне надо, я практически не нашла ни у одного продавца. Вот этот оказался наиболее близким к моему представлению, какой он должен быть. Поэтому я его заказала. И вот такой действительно темно-зеленый. Такую замшу я использовала, когда делала альбом с феями. Вот именно этот оттенок. Поэтому я заказала его повторно, потому что он мне очень понравился вживую. И как и в обзоре альбома, и в мастер-классах, скорее всего, этот цвет выглядит абсолютно черным на камеру. Ну и бумага. Это очень старенькая бумажка. Называется она Фрида. И производство Ортле. У меня есть такой набор бумаги. Он очень давно у меня лежит. И я его не резала, потому что мне было жаль. Он такой яркий, такой эмоциональный, что у меня рука не поднималась его использовать. И в то же время мне хотелось сделать из него какую-нибудь работу очень-очень. Поэтому я, когда заказывала замшу и кружево, я увидела, что есть в наличии такой набор бумаги. А это уже практически раритет. Причем по какой-то смешной цене. 300 рублей, по-моему, с чем-то он стоил. Поэтому я без размышлений заказала второй такой набор. И теперь могу смело порезать один из двух. Давайте я его распакую. И мы освежим в памяти, как выглядит эта бумага. В наборе 14 листов 30х30, 12 двусторонних листов. Один лист с карточками, один лист для вырезания. Плотность 190 грамм. Классно на титульном листе. Вырезалки. Причем вырезалки отличного размера. Мне кажется, очень удачно. И даже то, что рамка большая, тоже очень классно. Смотрите, какое здесь классное сердце. Немного размытые принты. Это потому, что они акварельные. Те, которые, вот именно билетики, они очень четкие. Поэтому я считаю, это задумка. Следующий лист. Вот с такими суккулентами. И здесь кружево. Очень классные надписи. Безумно люблю, когда надписи на технической полосе. И очень люблю, когда они на черном фоне. Для меня это прям отдельное удовольствие. Посмотрите. Это прямо настоящая живописная картина. Здесь даже мазки кажутся объемными. И вторая сторона более спокойная, с кружевом. Также надписи. Причем надписи все разные. И это супер. Следующий выглядит лист так. Похоже на какой-то вязанный ковер с длинными нитями. И с обратной стороны такой мелкий гобелен в ромбик. Летящий лист с птичками из неба в море. Красивое название. И так выглядит вторая сторона. Просто красиво, неимоверно. И тоже надписи. Надписи прекрасные. Следующий лист выглядит вот так. Похоже на какую-то плательную ткань. И вторая сторона. Такая больше поп-арт. Розовая, графичная. Хотя здесь угадываются цветы. Такой лист. Опять-таки рисунок, который выполнен не теми цветными. Мне кажется, все это дает такие отсылки к боху, к рукоделию. И вторая сторона, конечно же, всеми любимые досочки. Листья очень яркие, очень позитивные. У меня вызывают мысли о тропиках. И вторая сторона, такая более живописная. Здесь ромбы, которые к середине переходят в более размытый рисунок. Плюс еще видны потеки краски. Темно-синий, невероятно глубокий по цвету. Но при этом здесь не просто цвет, но и определенная фактура присутствует. Потому что проглядывают изнутри розы. И вторая сторона просто шикарная. Вы посмотрите, какие розы, какой цвет, какая фактура. Не перестаю восхищаться этой бумагой. Возможно, с ней будет не очень легко работать. Но вот, например, для блокнотов, мне кажется, она идеальна. Потому что она практически не требует дополнительных украшений. Еще лист с розами. И вторая сторона, такой переход. Даже, вернее, не переход. Здесь как будто бы на черную поверхность нанесены мастихином мазки белой краски. Отличная графика, ромбы вызывают у меня этнические какие-то настроения. И вторая сторона тоже, на мой взгляд, этника, но такая более спокойная. Посмотрите, какой интересный лист. Можно его использовать как в таком виде, так и, например, добавить цвета, расписав самому вот эти цветы. И вторая сторона, всеми любимые кактусы. Ох, какой необычный лист. Вы только посмотрите. Похоже, правда, на народное творчество. Как раньше рисовали такими примитивными мазками здесь. Олени, зайцы, птички, совы, ящерицы. Кого только нет. Но в то же время ты понимаешь, что есть в этом какое-то настроение. Опять-таки, творчество народного, чего-то такого исконного. И вторая сторона. Очень красивый, яркий градиент. От ярко-розового к темному. Еще одна страничка для вырезания. Точно такая же, как и на титульном листе. Ну и лист с карточками. Замечательные карточки. Без тебя я не я. Не отпускай меня. Сердца и мысли в унисон. Да, вся эта бумага, она о любви. Она и по настроению о любви, и по дизайну о любви. Прекрасная бумага. Очень рада, что я купила второй набор. И теперь могу из нее что-нибудь сделать. Ну, теперь я думаю точно. Я заканчиваю съемку этого влога. Всех целую и обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.